Замечательную читку этой замечательной пьесы. Мы решили пойти обратным ходом, прочитать всю пьесу задом наперёд, не чуть-чуть. Просто мы решили начать с того, чтобы прочитать вам, так сказать, финальный аккорд этой пьесы, а именно несколько советов режиссёру от автора. Пьеса Столивары, наверное, заинтересует вас не только актуальностью темы, но и убедительным воплощением авторского замысла. Однако при первом прочтении может показаться, что пьеса трудна для постановки, требует громоздких декораций и сложных сценических эффектов. Я сейчас продолжу, пожалуйста, проходите. У всех у вас в руках замечательная песня. Пожалуйста, прочитайте внимательно слова, кто-то её точно знает. Не забывайте подпевать нам. Очень просим вас. Продолжаем. Может смутить многокартинность пьесы, а также то, что действие происходит одновременно в двух разных местах. Кроме того, в пьесе много действующих лиц. А, возможно, ваш коллектив не столь велик, и найти необходимое количество исполнителей на все эпизодические роли, не говоря уже о массовых сценах, не так легко. Поэтому в нашем разговоре главное внимание мы уделим именно постановочным проблемам. Других вопросов, связанных со своеобразием пьесы, мы касаться не будем. Кстати, характеры, конфликты, взаимоотношения людей выписаны автором настолько конкретно и жизненно узнаваемо, что вряд ли нуждаются в особых комментариях. Что же касается трактовки пьесы, образного решения спектакля, то это задача режиссёра и актёров, осуществляющих постановку. Вы, вероятно, заметили, что для воплощения не только основной темы, но и побочных, далеко не все эпизодические роли имеют решающее значение. Так, например, для событий, происходящих в Гайке, помимо основных действующих лиц, важны только Никотин, Клава и Бульдозерист. Без остальных можно при необходимости обойтись. Причём это вовсе не значит, что картины в Гайке должны лишиться атмосферы, свидетельствующие о её популярности. Впечатление, что работа идёт на полный ход, что в Гайке полно народу, обязательно должно остаться. Хотя самой массовки может и не быть. Итак, товарищи, мы начинаем! ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ну-ка песню нам пропой! Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, Моря и горы ты обшарился на свете, И все на свете песенки слыхал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Геннадий Бокрик, Станевары, пьеса в двух частях, Действующие лица! Виктор Лагутин, Петр Хромов, Андрей Сергеевич, начальник Мартеновского цеха, Вагин Евгений Петрович, его заместитель, Варламов, начальник смены, Сартаков, Сартаков, Сталевар, Алексей Шорин, Юрий Лузер, Фёдор, Ван Иванович, Саня, Женечка, Мастер, Зоя Самохин, Люба Крыновшица, Тони Секретарь, Сундуков, Клава, Вова Никотин, Корреспондентка, Парень в очках, Аня раздатчица, Бульдозерист, Первый парень, Второй парень, Девушка, Пятый Сталеварку, Второй Сталеварку, Третий Сталеварку, Рабочий и работник демидологического завода! Первая часть. Обычная однокомнатная квартира с тахтой, кроватью и стандартной мебелью. Вечер. Входит Виктор и Петька. Оба возбуждены. Виктор, не упуская чемодана из рук, остановился в прихожей. Петька топчется в ванной, обследуя отражение своей физиономии в зеркле. Петька! Специалисты весь портрет попортили. Теперь хоть на танцы не ходи. Чего стоишь? Ставь чемодан. Раны будем считать коллективные. Виктор ставит чемодан, входит в ванную, Петька осматривает Виктора. А, крепко не тебя. У этого длинного кулака с пивной кружкой размером с полбунтовесом. А ты, между прочим, не знал ничего. Он от твоего привета тоже пару раз землю понюхал. У тебя йог есть? Не держу. У меня для этой цели другой лексир имеется. Входит в комнату, возвращается с бутылкой водки. Палацея! Особенно согревающие компрессы дырются. Водочку выпьешь, бутылочкой разотрёшь и как рукой. Открывает бутылку, смачивает полотенце, осторожно обтирает лицо Виктора. Порядок. А теперь меня продезинфицирует. Виктор обтирает лицо Петьки. Морщится. А, чёрт. Ну да ладно. Эта встреча не последняя. А уж тёплую дружескую атмосферу я им гарантирую. Выходит в прихожую, Виктор поднимает чемодан. А ты чёрт в такую пору с чемоданом гуляешь? Жена нагнала? Нет. Приезжий что ли? Приезжий. Ты случайно на металлургическом работаешь? На нём а что? Варламова не знаешь? Игнатища, как родного Аунти Бикто. Знакомый. А я шестой год у него работаю. В Мартене. Он же сменный у нас. Так ты, стало быть, к нему приехал. Ну вроде. Да никак найти не могу. И не найдёшь, он теперь не здесь живёт, а в городе. Да, Мишке его порушили, квартиру дали. Оставайся. У меня ж квартира. Будь здоров. Однокомнатная, со всеми удобствами. А живой один, как в сказке. Ладно, задумываться утром будешь, когда выспишься. Подтирает чемодан, ставит его, провожает Виктора в комнату. Поставив бутылку на стол, исчезает в кухню. Виктор стоя у порога оглядывает комнату, видит кровать, застеленную тартун. Появляется Петька с батоном, маслом и колбасой. Апартаментом любуешься? Правильно делаешь. Ты же говорил, что день живёшь, а тут... А тут приятель мой, Жора Травников, спит. А он где? На смене? Право на отдых осуществляет. Вам что, на двоих эту квартиру дарят? А ты думал? Это ведь не персональный апартамент, а общежитие. Такие квартиры холостякам не дают и долго ещё давать не будут. А ещё вообще эти места есть, не знаешь? Знаю, с прошлого года нет. Что, больно? Есть немного. А чё, Лес? Тебя ведь, кажется, били. Между прочим, за дело. И по правилам. Трое одного. А я их тоже, всех троих по очереди. А чё ты, Лес? Конечно, если б не ты, они бы мне полный жентльменский набор выписали. Чё ты, Лес-то? Считай, что за мной должок при случае одному. Ладно, обойдусь. Протягивает руку Виктору. Петька Хромов. Логутин Виктор. Наливает стаканы и водку. С приездом. Спасибо. Ты чё, не пьёшь, что ли? Не пью. Доктора не вилят, и сознательно не позволяют. Да ты не мучайся, пей на здоровье. Ладно. Я по натуре демократ. Кому свиной хрящик, кому армузная горка. Достает мне Серванта бутылку кефира. На, не поливляй его на здоровье. А я чё покрепче приму. Класс, он жажду заливает квасом. Класс, он тоже выпить не дурак. Знаешь, кто это сказал? Это сказал лучший, талантливый поэт нашей эпохи. А он знал, что говорил. Ты как начишь, у как? За делом или в отпуск? За делом. Тоже в вашем цехе работать хочу. Это хорошо. Нам подручный позарез нужный. Почти на всех печках не комплект. Это почему? Работа, потому что такая. Кнопок у нас, понимаешь, маловато. Зато лопат хватает. И все совковые. От век технического прогресса охотников лопатой управлять не густо. И не каждый из охотников тянет. Особенно в конце квартала, в июне месяце. У нас недавно техника безопасности замер температуры делала. Перепугались. На передней семье печи девяносто градусов, а на задней все сто пятьдесят. Знаю. Откуда же? Я три года в подручный ходил. И какой разряд выходил? В седьмой. Слабовато. А я уже второй год по девятому хожу. На Старевале теперь всего разряд остался. А ты что на седьмом-то такие? Селенки у тебя не хватает, сам видел. Я не подряд работал с перерывами. Выгнали, что ли? Нет, по собственному. Искал где глубже? Тоже нет. После армии в институт пошел на очный. Потом три года на заочный было. Последний два опять на очный. А теперь? Теперь кончил. Вот он как. Теперь ты, стало быть, пришел. Звонок. Петька отложил бутерброд, бежит открывать. В прихожую входит Зоя. Что же ты, Петенька, на танцы пригласила, сам в камыши? Дела, Зоинка, государственной важности. А это я и так вижу, Петенька, по печати под глазом. Виктор едва услыхал голоса и встал. Кто же это тебя так проштамплевал-то? Несчастный случай, Зоинка. А столбик ударился по недосмотру. Говорят, там целых три столбика было. И все скулокали. А еще говорят, что какой-то странствующий рыцарь тебя от них вызвалил. Правильно говорят. Сейчас я тебя с ним познакомлю. Надо ли, Петенька, мне и без того, того твоих знакомых хватает. А ты себе лишние хлопоты наживаешь. Ты не волнуйся за меня, Зоинка, я перезимую. Ой, ну гляди, Петенька, тебе жить. Виктор садится. Печка и Зоя входят в комнату. Зоя, увидев Виктора, замерла. Виктор медленно встал. Оба стараются не смотреть друг на друга. Это Зоинка. Друг и товарищ по работе. Коллега, одним словом. Тоже в Мартене значится в экспресс-лабораторию. А это, Витя, пока. В очень близком и светом будущем станем мы с тобой, Зоинька, кричать его по имени-отчеству. Потому как быть ему нашим начальником, все-таки человек с образованием, институт кончил. Зоя. Витя, я сейчас чайок поставлю за чайком и пообщай. Нет-нет, я пойду, Петенька, пора мне. Что так, Зоинька? На лавочке меня Вася Липанов ждет. Он не то, что ты, сегодня целый вечер от меня не отходил и домой провожает. Опять внизу ждет? Опять. Вольному воле, ничего. Вася, он на лавочке посидит, покурит, ему не привыкать. Нет, ему ведь на смену завтра, да и тебе тоже. Ну смотри, Вась, пролетарский привет. Да скажи ему, что с него за сегодняшний вечер присчитается. Это уж ты сам ему скажи, Петенька. Мне в ваши мужские дела лезть не досуг. Прощай и не провожай. Уходит. Видал? На уровне мировых стандартов. У нас полуцеха за ней берегает. Она у вас что, всегда такая? Такая. Без предрассудка. Не надо, Витя. По крайней мере, слуха. То, с чего начали, тем и кончим. И чтобы понятнее было, невеста она моя. Это я так считаю, все другие тоже. А она? Если б считала, то она бы уже женой была. Однако скоро будет и невестой, и женой. При моем-то энтузиазме. Ой, устал я что-то реально. Ну ложись. Поглядеть на тебя вроде молодой ты, 30 еще нет, 30 еще нет. А по всему другому, мемуары сочинять пора. Спи спокойно, дорогой товарищ. Игнатича утром навестишь перед сменой. Красный уголок. Входят. Входят. Здесь красный, Люба. Здравствуй, Петенька. Здравствуй, Сойенька. Что-то ты невеселый сегодня. Ты тоже что-то не очень светишься. Иногда не включаться полезно, а то и перегалечь можно. Ну ладно, доживи до вечера, потом я тебя снова включу. Спасибо, а что я до твоего квартиранта не вижу. Наверное, с утра позачайство бегает, а тебе какая в том пищаль? Да нет, я так. А как раз приспособуешь, все-таки человек в сообразовании. За производство, значит, повеешь. Ну ладно, до вечера. Люба! Саяц, а это что за квартирант? Ох, Любочка, опять дорога, что не терпит на тебе, семью обзавестись хочется. Так ведь, если какой из нас не хочет, то разве она женщина, так член профсоюза. Но лучше еще неизвестно. Между прочим, данный-то у меня есть. Да, ты хорошей женой будешь, у тебя характер легкий. А хорошая жена ничуть не хуже, чем хорошая в производстве неизвестного. Правильно! И встречается значительно реже. Ну, а что за квартиранта? Входит Андрей Сергеевич, Вагин и мастер. Вагин! Андрей Сергеевич, мне же на оргкомитет пора. По поводу субботника. Успейте, работу мы вам можем предложить мастеру по газу. Спасибо, но если можно, я попросил поставить меня к печи, подручным. Можно и подручным, только стоило ли для этого институт кончать? Видите ли, в данный момент мастер по газу нам нужнее. И зарабатывать, кстати, будете больше. И все-таки бы, я бы очень просил поставить меня к печи. Подручного мы с улицы взять можем. Через год уже не хуже другим будет. А хорошего газовщика пять лет учить надо. Как вот вас? Андрей Сергеевич, объясните, пожалуйста, товарищу. А я уже опаздываю. Успейте. Ваше мнение, Павел Иванович. Ты, Андрей Сергеевич, начальник цеха. Ты решай. По мне хоть подручный. Пускай идет. Свою смену возьму. Тогда уж на мой участок. Вернувшись от двери в Орлан. С точки зрения начальника смены, решение вполне понятное. Но ведь вы еще и заместитель секретаря парторганизации цеха. А вы его отсутствие секретарь. Я хоть и один в трех лицах, а решение у меня всегда одно. Я и парторг, и начальник смены. Человек по мне одно и то же думает. Одно и говорят. Значит, по вашему интересу цеха дело второстепенное? По-моему, да. И по должностной характеристике тоже. Газовое хозяйство, ваши же епархии приход, Евгений Петрович, вам как заместитель начальника цеха налечь бы на это все плечом. Глядишь, цех еще как одного мастера, без одного мастера обошелся бы. Да ведь некогда вам. Вы ни одной конференции не пропускаете. Ни заводской, ни районной. И делегации с экскурсией встречать, провожать вам до крайности нравится. Ваше, мягко говоря, странное отношение к важнейшим общественным мероприятиям мне давно известно. И вряд ли стоит еще раз напоминать о нем. Тем более при посторонних. У меня, Евгений Петрович, посторонних нет. Все свои. Скрывать мне нечего. И нет кого. Это в каком же смысле? А в любом. Хоть в самом широком. Ну, да разговор особый. Решай, Сергеич. Только помни. Мастера по газу у нас одного не хватает. А подручных больше десятка. Трудное, ну, бля. Оформляйтесь, подручный. На смену когда выходите? Да хоть сейчас. Спецовку получай, выходи. Поедешь к пригодиру Семена Антоновичу Сартакову. Стальвар он знающий. Подручный тоже с умом. Так что поучиться ему есть чего. А в кадр потом зайдешь после смены. Виктор уходит. Все же вы, Павел Игнатьевич. В цех новый человек пришел. А вы при нем такое. Подрываете, можно сказать, авторитет руководства. Авторитет? Вместе с должностью не выдаю, а Евгений Петрович. Сам его зарабатываешь, сам их предпобиваешь. Не получается у нас с вами мира, Павел Игнатьевич. А жаль. Андрей Сергеевич, я вам больше не нужен? Нет. Я тоже могу идти? Да. Пойду и я. Объясни мне, Сергеевич, на кой хрен ты в его цехе держишь, а? Незаменимый он человек, Игнатьевич. Не будь его мы с тобой по три дня в неделю заседали. А теперь он на всех конференциях и активах сидит. А мы работаем. Рабочая площадка цеха. Прямо перед нами Мартеновская печь. Четыре ее завалочных окна закрыты заслонками, пятая открыта. Сартаков, Петька и Федор подцепляют лопатами порции заправочного состава и отправляют в окно. Первым Сартаков, вторым Петька, третьим Федор. Будит печь, позванивают звонки мостовых кранов. Сартаков и Петька опустили лопаты. Сартаков оглядел внутренность печи. Подал знак Федору. Заслонка печи опустилась. Сартаков, Петька и Федор идут к стойке с газированной водой. Напились сначала Сартаков, потом Петька и Федор. Закурили! Принимаясь, Семен, нового подручного, Лагутин Виктор, не пожалеешь. Он три года в Челябинске у Мартена входил. Теперь вот институт кончил и к нам. Стурент, значит, бывший. Это смотря где. В институте, может, и бывший. А у меня еще долго в студентах ходить будешь. Ладно, Федя, выдай ему инструмент и в работу. А ты, Петро, дуй на шахтарник. С любкой крановщицей амуры разведи. Пускай тяжеловесов в шахту добавит, чтоб с запалкой лишнего не впариться. Это мой момент. Уходим. Виктор и Федор идут в печи. Что-то серьезно ты сегодня, Сема, как коп перед обедней. Не показалось тебе, что ли, новое подручное? А чего хорошего? Парень здоровый с образованием. Да не в образовании дело. Он же временный тут. Покрутится у печки с полгода и вверха. Зато потом всю жизнь себя рабочим классом звать будет. Ты не спеши, Сема. Ты пригляди сперва. Пригляделся уже. У меня глаз не на один металл острый. И я людей как плавку вижу до самого дна. Ну что ты, Сема, передо мной ты больше местенько изображаешь, а? Я ведь эту химию не пусть тебя взгляну. Столковая столовая. Слева стандартная стойка с холодильником. Вдоль нее металлический барьер. У стойки очередь человек пять-шесть. Несколько легких алюминиевых столиков. Вокруг них стулья. Появляется Лешка, Саня, Юра, Ван Ваныч и Женечка. Ешь, потей, работай, мерзни. Петька. Садись, Леша, попади вместе. Стало быть, укомплектовались. Состоялось. Вот. Вам хорошо. Нам всегда хорошо, теперь еще и лучше будет. Знаком. Видя, Леша, Саня, Юра, Ван Ваныч. Лешка не ожидает на Виктору. А что вы говорите? Все смотрят на Виктора, он молчит. Леша, Леша. А, ты опять здесь. Опять ставивали просто что? С утра одолел. Погуляй еще какой-то другой в ковшовых. Э, в ковшовых. Женечка, зазреешь, там подружки не потолу. Зря. К нам сами приходят. А вот уходят, как получится. Чужих руках всегда кусок толст. И рубли длиннее. Рубль. Нужен вам не твой рубль. Если хотите знать, плевал я на ваши деньги. Молодой ты еще. И детей завести пока не умеешь. А вот будет у тебя их, как у меня четверо. Тогда поговорим. Поговорить, конечно, можно. И не обязательно с теми, у кого жена, мать, героиня. Митлер. А что вы говорите? Нюша. А мать, какой тебя заел? Только ты, Женечка, эту мальчику пока с одного конца нюхал. С другого нюхнешь, не замутила бы. Это точно. На прошлой неделе у нас в бригаде такой, что романтик прорезался. Полсмены ему хватило. Помнишь, Лёша? Во, картинка была. По стенке из цеха лезет. Глаза на лбу белая. А сам причитает. Хорошо, что меня отец бил. Учиться заставлял. Теперь хоть щитовода могу. А то бы так тут и помер. И упал. Вас хвастались в 20 веке. Мозолями хвастать стыдно. Кому как обрели очень. Ваши мартены позор для металлургии. Конверторы. Это техника. Там не лопаты, там кнопки. Процесс состабилизирован и автоматизирован. И автоматизирован? Ароматизирован. Ароматизирован. Правильно. Вы видите, скоро все ваши мартены сломают и новые заводы построят. Прямо с понедельника начнут, да? Это уж как он распорядится. Выходит, на тех твоих заводах нам только останется, что кнопки нажимать? Скоро развитие техники достигнет такого уровня, при котором любой человек сможет выполнять любую работу, кроме творческой. И гордиться вам тогда нечем. А зачем, чтобы любую другую, любую, любую другую вообще? Я свою, если не сам хочу, так как другой не сумеет. Устачено все это. А производство давно пора переводить на поточный метод. Руда, куда прокат. Вот, вот и подождал бы ты, Женечка, до этого близкого будущего. Мы как кнопками обзаведемся, сразу тебе сообщим, а ты, Мартель, лезешь, за лопату пытаешься. А, литрограды, вот кто. Новые заводы, это технический прогресс. Погоди, а заработок, наверное, на твоем новом заводе сколько будет? Больше? А может, меньше? Да не принципиально. Еще как? Почему это? А потому, потому что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником. Нет. Женечка пошел за компотом, появляется Зоя. Все, кроме Виктора, вскакивают. Все хора. О, Зоя! О, Зоя! Света, 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 Света! Сялю-сяду, только не с тобой, а с Петенькой. Так, Саня. Петька многозначительно. Саня. Саня освобождает место. Петька садится на его стул, освобождая место между собой и Виктора. Федор садится на стул Женечки. Вернувшийся за стаканом в руке Женечка стоит в растерянности. Виктор, Женечки! Садись, я уже... А насчет комментаров не сомневайся, ты тут кругом прав. Уходит. Женечка, ну что, съели? Убегай. Пивной ларек со стойкой, за которым стоит буфетчица Клава. Несколько столиков для стояния и почек, используемых как столик. У столиков и бочек, посетители с кружками, слышен недалекий робот бюдозера. Клава! Эй, публика, на прилавок не давить! Я из пустой бочки все равно больше кружки не выберу. И скажите нам крайним, чтоб не занимали я обед. Входят Виктор и Петька. О, вот она, Гайка, функционирует. Ну как ты, не пьющий-то? А, тут постой, а я без гонок. Виктор остаётся у отдельного столика, где молча пьёт пиво старик с веником. Петьку встречаю как своего. Полоса! Здорово, Петя! Здорово, Петя! Тихо, 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 дайте я снова побеседовать повлияю. А, Петя, ты со мной всё при публике беседовать норовишь. А я бы с тобой в другом месте побеседовала. Без свидетелей. Я на публику работаю, глава. А без свидетелей я скучный, пузырёк, да, экстренный. Покрупный играешь, Петя. У меня и ставок таких нет. Это ты контролёру рассказывал. Мне товар для дела нужен, а секрет фирма при тебе останется. Ой, какие у меня у тебя секреты, Петя. Ни одного нет и не будет. Ну вот, полкружки пива разве. Большой огран мерси. Да не, она чем молодец. Заглядывай. Петька возвращается к Виктору. Слушай, что это какой-то скучный, Витя, сделал? Обстановку лезь. Зря, обстановка нормальная. Умные люди эту гайку оставили. Не углавной проходной, а для клиентов удобной. Между заводом и семейным очагом. А после смены кружку пива принять это дело не вредное. Тут, похоже, не только после смены принимают, и во время. Ходит, не котит. Не котит. Петя! Вот. Передаёт бутылку и стакан. Делая кончилась. А ты чернила остались. Ну как там? Пятилетка живёт и не кашляет. Да. А тебе-то какая печаль? Страдаю я об ней. Подкинь ещё целковый. За его здоровье выпьет. Так, давай. Гуляй так. За него без тебя есть кому пострадать. И выпить тоже. Никотин отходит в сторону, берёт парня. Из очереди гитару садится на бочку. Теперь волки поездами кричат. Автомобили. Между прочим, навсегда годов фрагмент фабричный отменили. Такая тишина. Городком таким покоем дышат далее. А мы не время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли. А мы не время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли. Ну ж какой коронавщик был, а? Прямо асно весь кончился. Жалеешь? Не без этого человека. Ты бы его раньше пожалел, а он, наверное, и сейчас бы в нашем цехе работал. Влиять на него, беседование и алкоголя проводить, пустая эта затея. Витя. Тут не беседовать надо, а дело делать. Какое такое дело, Витя? Водку и так, как хорошая мать, девку берегут в 11 утра, с замка, а в 7 вечера под замок. А саральчик этот я бы всё-таки ликвидировал. Эта задача, как говорится, решения не имеет. Начальство наше подытугайку домой яму роет. Бараки, которые кругом стояли, в прошлом году снесли. Последние два остались. Слышишь, бульдозер работает, а она стоит, как стояла, и долго ещё просили, потому что на нашем начальстве есть другое начальство, которое трогать его не велит по причине хорошего оборота. Как будто где-то там вдали были грозные пожары, а у печей, что мы зажмее встают другие стальваны, а в отворённое окно к нам тишина приходит снова, а всё же жаль, что я давно глутко не слышал заводского, а всё же жаль, что я давно глутко не слышал заводского. Отдаёт гитару и идёт пила. Два квартиры, Петькина и Лёшкина, объединены одной лестничной площадкой, на которую вы уходите в дверь. Петькина и квартира лежит на кровати Виктор. Он читает, что в квартире Лёшки и Зоя, Люба и Тони делают пельмени. Время от времени из кухни появляется Саня. Тоня, девочки, а что с этим за событие? День рождения у кого-нибудь? Любая. А тебе какая разница? Большая, ведь я просто так по компании не хожу. Ты просто так вообще ничего не делаешь. Нет, скажу лучше. Ты человек или нет? Это в таком смысле. Нет, ты отвечай. Я не понимаю. Не надо. Ты мне про этого парня расскажешь, а? Про какого? Ну, про того, который недавно в цехе появился. Ну, Виктор, что ли, ты же секретарь-начальника. Все всегда знаешь. Про Виктора Степана Пшелогузина? Ну, про него. А зачем? Надо. Интересуешься? Еще как. Напрасно, он исключительно серьезный. Ах, Тонька, смешная ты мужчина, только сверху сидит. Серьезно. А внутри у них глупость одна. Нет, только разогрей. Таня, появляй. Нас, Любочка, и разогревать не надо. Ты сама знаешь, какая у нас в цехе температура. Я знаю, потому вы и сверху все как один глупые. Не, я серьезный, Любочка. В огоньке кроссворды решаю. Мне на твою серьезность, милой Саня. Откровенно наплевать. Нет, хоть на внешнюю, хоть на внутреннюю. Тоня. Ну, Тоня, давай рассказывай. Виктор Степанович Лагутин, 27 лет. Мне 27, соответствую. Закончил медвухнический институт. Ну, это мне ни к чему. Ты, главное, говоришь, женатый или холостой? Холостой. А ты откуда знаешь? Я физиономист. Девочки, это просто клад. А, вырыть хоть? Хочу и вырыть. Даже без лопаты. Голыми руками. Тебе мало лежки? Пройденный этап. С лежкой только на танцы ходить хорошо. Ну, или в кино на последний сеанс. А мне замуж пора. Ты же за печь собиралась. Я-то собиралась. Да вот. Ой, она не вовремя приехала. А то бы я мужа-то вышла. А, ну, а я еще, значит, и виновата, да? Ну, ты что, я не обижаюсь. Это ведь только дуры обижаются. Дескать, отбила. Нет, зачем мне такой муж, которого отбить можно? Значит, просто удержать не могу. Ой, а завидовать тебе завидую. Слушай, Петька хорошая. Я на вашей звании все пятки отстук. А там, может, и ты на моей спляшке. Может, и спляшу. А это мы девицы выясним. Экстренно. Прямо сейчас и начнем. Выходит на площадку. Звонит в квартиру Петь. Виктор открывает. Виктор Степанович. Да. Очень приятная любовь. Виктор Степанович, у вас нет биографии Эйнштейна? Нет. А Фредерика Жюри? Тоже нет. Жалко. А вы в библиотеке возьмите? В библиотеке не интересно. Ничем не могу помочь, к сожалению. Ну, по своей теме дайте квартиру я. Ой, девчонки. Вот так вышло. Такими делами не с кем виделись. Все себе оставляю. Ой, девчонки, скоро у меня крепкой семейной жизни желать деть. И счастливой любви. Ой, семейной жизни я тебе и сейчас пожелать могу. Она у тебя все равно будет. А вот с счастливой любовью в последнее время трудности. Спрос на нее большой. А предложение... Зайц, ты куда? В отделке. Выходит на площадку, смотрит на дверь Петькиной квартиры. Появляется Лешка и Петька с куклыми, по отрядественными сумками. Эй, ты куда, Зоенька? Я сейчас. Куда ты ждать? Петька стоит на пороге своей комнаты, смотрит на Виктора. Подходит, садится на кровать. Ну что, работаешь над собой, самосовершенствуешься? Занятие не вредное. Я тебе на сегодня другое нашел. Тут у нас кое-какой критик организовался, обоего пола. Может, не зайдешь? Ай, спасибо за участие, как-нибудь в другой раз. Другого раза долго не будет, Витя. Мы и завтра вечерний выходим. Между прочим, я эти вечерние смены до суток не люблю. Все, все сработали, ты на работу. Зато начни это время. Со смены идешь, с узаром себя чувствуешь, все работают, а ты спать. Ну, это так сказать, Леника. И, во-первых, ты галсту завязывать можешь? Попробую. А, во-вторых, от масс отрываешься, Витя. Нехорошо это. Они массы. Они, ну, в смысле, массы. Вот. Они обидят могут. Ой, компанию боюсь испортить. Я не компанийский. Водки не пью, песен не пою. Без меня веселее, чем со мной. А это мы проверим обязательно сегодня. Крестить тебя будем. Ой, спасибо, только рановато. Я и сам организую, когда будет что-то. Так. Виттер протягивает Лешке деньги. Чем могу? Брось, Витя. Мы с Лешком на зарплату пока не обижаемся, и ты нас не обижай. Кто-нибудь из нас все равно обидится. Или вы, или я. Мы характеристики, а чисто на теплике. Ты хоть мелочь себе оставь. А? Угу. А, обойдусь. Ладно, завтра получка. Пить не пьешь, а сбрасывайся. Это дело мое. Ладно, как хочешь. Появляются Зоя и парень в очках. Квартира Леш. Вот и я, Петелька. Вижу. А это кто? Знакомый. Что-то я его раньше не видел, знакомого. А я его тоже только сегодня увидела. Все под подписанному. Твой знакомый, мой клиент. Парень. Э, фигура, топай сюда, знакомиться будем. Ты лирик? Не совсем. Я физик. Память у тебя стала быть электронная. Память хорошая. Вот и запомни, как ее еще раз увидишь, сразу беги. То есть как? Трусой. Это бег. Умные люди бегом родили жизнь и зовут. Слыхал? Ой, ты его не пугай, Петенька. Он хороший. Слушай, как на чей вкус, Зоенька? На мой Петенька. А значит и на твой. Нас ведь пока только вкусы объединяют. А без них и объединять-то нечего. Это полжал. Ладно. Гуляй, пока не пугали, раз Зоенька велит. Я тебе свою компанию проделю, чтобы недоразумений не было. Ты водку пьешь. А что? Пельмени у нас сегодня, понимаешь? Не очень. Пельмени без водки едят только собаки. Понят? Да, понял. Это мы на практике проверим. Практика, как известно, критерий истины. Ой, спасибо, Петенька, добрый. И за доброту твою тебе и воздаст. Это точно только смотрячая. Ну и отвечает вам гнитофор. Первый танец твой, Петенька. Видишь, уже и воздается. Угу. Ну, коли так, то я и в толстовцы пойду. Буду вместо мяса отделить свои котлеты треска. На том ты как с талевары кончишься.